На каждую ножку нам надо по 2,5 грамма. Итак, мы взяли 2,5 граммчика, скатали шарик, катаем вот такую небольшую капельку. Эта капелька у нас по сантиметрам 2 и 2. И теперь вот эту капельку мы делаем вот такой небольшой изгибчик. Получаем вот такую вот ножку. Такая вот она маленькая. Такая красота. Здесь тоже сразу прибиваем. И равниваемся. Вот, смотрим, чтобы они, ножки были одинаковые. Чуть-чуть я приподниму, но у Яши ножки потолще, чем у Яши. Поэтому оставлю. Высота ноги получается у меня 2 сантиметра. Теперь берем зубочисточки и вставляем их в наши фигурки. Перед тем, как это сделать, сначала макаем зубочистку в воду, либо клей, вкручивающими движениями мы вставляем нашу зубочистку, выходим в пряточки и ставим ее в пеноплекс. Обязательно вкручивающими движениями ни в коем случае не давим, чтобы не деформировать нашу детальку. Здесь точно так же все вкручивающими движениями мы вставляем. Теперь делаем нашему Яше его, как бы, не знаю сказать, не сарафанчик, а этот костюмчик. Для костюмчика Яши нам понадобится 21 грамм мастики. Перед тем, как его одеть, сразу мы клеем смазываем место стыка на наших ножках. 21 грамм взяли, раскатываем такой вот шарик. На столе мы его немножко прибиваем, слегка, нам нельзя сильно форму изменять, но нужно сделать, создать небольшое, небольшое такое вот местечко, куда мы дорастим, как бы, тельце нашего Яши. То есть у него такие штанишки высокой посадочки. Вот такие вот штанишки у нас получаются. По высоте это у нас 2,7 где-то. Диаметр верхнего где-то 2,8. Вот здесь. Теперь одеваем ему штанишки. Ножки сразу к штанишкам подтягиваем. Возьму сейчас стык. Вот так вот ножки наши подтягиваем. Мы не просто, как бы, заглаживаем шовчики, а просто делаем, чтобы наши ноги были как можно ближе к нашим штанишкам, чтобы как можно меньше был вот здесь разрыв между всем этим. Так вот. Сделали. Теперь нам нужно сделать нашему Яше здесь небольшой кусочек, это будет его сердце. Для тела нам нужно 4,7 грамм. 4,7 грамм скатали, сделали блинчик, примяли мы его. И здесь смазываем клеем. Надо, чтобы он по диаметру был чуть меньше, чем наши штанишки. И аккуратненько пальчиками, либо стыком подтягиваем, чтобы опять же не было практически шовчиков. Чтобы все казалось так, что это штанишки натянуты на него, а не он натянулся на штанишки. И делаем такие две лямочки. Катаем Такую тоненькую, тоненькую, тоненький жгутик. Мы его С вами сразу разглаживаем. И вырезаем Скальпелем тоненькую полосочку. И сделаем Яше на штанишках Такие вот плямочки. Здесь сразу шовчики Сглаживаем. Надо, чтобы казалось, что штанишки у нас И вот эти вот Как бы Ну, как бы Его практически казались отнецелым. Как можно меньше шовов было. Вот так. Теперь делаем ему ручки. Ручки сделаем тоже как у Няши. У нее 1,2 грамма. Так что и мы точно так же сделаем 1,2 грамма. Опять скатали мы шарик. Делаем вот такую небольшую капельку. Это у нас 2 сантиметра. Делаем здесь такой небольшой защип. Просто как бы слегка Вот защемили и все. Скальпелем. Делаем вот такой надрезик. И вытягиваем лимончик. Все. Вот такая вот перчатка у нас получается. И приклеиваем ему Ручонку. Теперь будем делать голову. Для головы нам понадобится 33,5 грамма. 33,5 грамма я буду делать такую светло-серую голову. Поэтому в свой белый я сейчас вмешаю СМС-очки. Потому что она очень мягкая. И добавлю серую цвет. Сейчас я скажу вот сколько у меня уйдет белого и сколько уйдет серого. На 30 грамм получается белой мастики я положу вот эти 3,5 грамма серой мастики. То есть вот так вот. И получится у меня как раз 33,5. Вот в таком соотношении. То есть она должна быть практически белой. Но вроде не белая и какая-то такая. Итак, взяли мы на нашу голову 33,5 грамма. Мастика светлая. Она не белая. То есть она вот серенькая такая. Слегка. Теперь нам нужно сделать следующее. Вот мы скатали шарик. И нам нужно его как бы приплюснуть. То есть мы увеличиваем как бы площадь визуально. А при этом голова у нас не кругляшком. И еще сверху я вот тоже слегка вот так вот прибью. То есть получится вот такой вот у нас лужок. Итак, по сантиметрам это 4,5 на 3,8 наверное. Вот так вот приблизительно. Вот такая вот голова. И теперь будем делать с вами мы ему глазки. Напомним, как в прошлый раз. Точно так же и в этот раз мы берем просто кусочки и приклеиваем их на место глазиков. Берем небольшой кусочек черной мастики и я его на руке. Ха-ха. Руки такие горячие, как не знаю, сковородки. У меня вообще холодные руки всегда, но сейчас жарко и просто горят. Все леплить к моим рукам. Так, ну, да. Было на столе тогда лучше. Раз уж руки не поддаются, будем на столе растягивать эти кружочки. То есть приблизительно нам надо растянуть их на полтора сантиметра хотя бы вот на столе. А там посмотрим, насколько сильно еще их надо будет подрастянуть. И приклеиваем. Ну, они такие большие эти. Такие. Я сейчас скажу, сколько оно получилось. Вот эта клюшка. Так, 1,7 по высоте 1,8. Вот такие вот. На глазках эти должны быть. Теперь мы берем мастику черного цвета тоже и делаем ему этот, как его носик. Маленький носик берем. Такой делаем. Такой носик. Теперь ротик точно так же, как у няши. Мы его сразу себе должны приблизительно нарисовать. Так будет проще. И потом после этого стеком с вами пробираемся. И делаем такое небольшое углубление, которое мы потом спрячем мастичку. Теперь сделаем мы с вами ячейки для глаз. Для этого берем стек-шарик и аккуратненько начинаем продавливать ему место для глазок. Глазки большие. То есть мы вот эту черную ячейку почти всю должны заправить беленьким. Поэтому растягивать хорошо дырочки. Берем белую мастику и вставляем внутрь. Помним, да, чтобы наши глаза ни в коем случае не должны вылазить из орбит. Ячейки должны быть заполнены четко и более того. То есть подлецо. То есть вот видите он не вылазит. Не должно быть вот так вот. Вот такого вот. Растягивайте. Стеком, либо пальчиком чем больше удобнее. Мне в таких случаях удобнее руками. Я лучше чувствую мастику. Меньше. Вот такие глаза. Смотрю, вот здесь черный у меня больше получился, чем здесь. Поэтому я аккуратненько срежу вот это лишнее. чтобы приблизительно были глазки одинаковые. Вот так. Теперь нарисуем ему глазки. Глазки у него голубые с черным. И теперь, конечно же, обязательно нужно сделать блики. Берем мастику белого цвета. Два больших блика. Я всегда вам говорю о том, что блики должны быть параллельны. Но именно в этой фигурке у автора они не параллельны. Поэтому мы тоже будем делать так же, потому что ориентируемся на фигурку с мультиком. Блики большие. Вот такие большие блики. По ним мы сверху проходим тоже белым гелевым красителем. Помним, что у мастики белой нет такой плотности, и поэтому нужно пройтись сверху белым еще, чтобы блики стали более яркими, насыщенными. Красителем я рисую самыми обычными Америколор водорастворимыми. Вот, что у нас получилось на данный момент. Теперь нам нужно сделать следующее, это наполнить ему ротик. Для этого нам понадобится красная мастика и черная мастика. Мы ее смешиваем вместе с собой. Получаем такую мастику потемнее. То есть берем мастику красного цвета с небольшим кусочком черного, смешали вот в таких приблизительно пропорциях. Она станет такого более темного цвета, коричневого. Вот такой цвет. Отшипываем небольшой кусочек. Вставляем наш ротик, который мы с вами уже наметили. И распределяем ее по ротику. Вот так. И теперь ему еще нужно сделать язычок. Для язычка берем просто кусочек красной мастики и все. То есть маленький такой такой маленький язычок. Так, вставили. Ну и все. Такой вот. Делаем с вами дальше. Берем нашу зубочисточку, смакаем мы ее в клей или в водичку и аккуратненько, примерно до середины его пузика, вкручивающими движениями вставляем все лишнее, что нам не надо, отламываем. Смазываем тоже тут мастику, наша голова и вкручивающими движениями мы эту голову аккуратненько одеваем такой. Смешной, не могу. Что-то я уже, что мне кажется, она плохо туда вошла. Подальше я сейчас засуну. Я же толстушка такой. Так, теперь делаем уши и ему еще нужно сделать эти, как там, бровки. На бровки берем небольшой кусочек мастики. Делаем ему вот такие бровки. И еще понадобятся там уши. На два уха я в тот раз брала 1,8 грамм. Ну, можно взять 2 грамма, то есть по одному грамму на ушко. Но я брала 1,8, поэтому я тоже сейчас сделаю все то же самое. Мы скатываем наше ушко, катаем небольшое такое пухленькое ухо по своему размеру. Это 1,8 сантиметра положили. Разрезаем мы его пополам. Получаем два ушка. Смазываем и клеем слегка его подгибаем сюда поближе. И вот где-то в районе бровей мы его нашему яше приклеиваем. И второе точно так же смазали клеем и слегка сюда примяли и опять в районе его глаз бровей приклеили. Вот здесь у нас такой яша. Вот смотрите, они одного роста, как и должно быть. Яша у нас получился 75,5 грамм такой яшенька. По росту наш яшенька где-то 9 сантиметров до ушка. А, кстати, хвостик забыла я ему прикрепить. У него же черный хвостик еще на пухке-то. Да. У него же еще хвостик обязательно. Хвостик-то маленький. Как без хвостика забыть?